ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оның қарсынаса, аланның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіп қой дебюта, оның боя 174 сантиметер. Салмағы 65 келі, Алматы, Қазақстан, қарсыныңыздар, ұлжас, Ершан! Дүшден қарсының қызыл бұл ұлжасы ұлжасынды. Қазақстан қарсының қызыл бұл құл қоқызыл бұл жауынды. Реген қарсының ұлжасын, аң ұлжасын қызыл бұл жауынпынберді. Во-первых, открывать турнир, ивент, во-вторых, еще и проводить свой профессиональный дебют в такой большой арене, да, Фаниль? Да, при присутствии такого количества болельщиков, я думаю, это совсем другие ощущения, что для одного, что для другого спортсмена. Полностью с тобой можно согласиться. Лжас Держан в красном углу и в красных шортах. Соответственно, его соперник Султан Калиев в синих шортах и в синем углу октагона. Первый раунд, три раунда по пять минут нас ожидают. Напомню, что это полулегкая весовая категория. Да, и начался первый бой на нашем турнире. Начинает свою атаку с лоу-кика Калиев, Султан, занимает центр октагона. Лжас Держан. Да, создаёт давление Лжас, контролирует хороший лоу-кик такой, кав-кик. Подтекает. Сбил с ног, да, своего соперника Лжас. Даже такой гибридный, да, как и подсечник, как удар это был. Хороший джеб в исполнении одного и второго спортсмена. Второй такой кав-кик прошёл со стороны Лжаса. Пытается сейчас разорвать дистант, точнее сблизиться с своим оппонентом Калиев. Да, арман была попытка перевести, но неудачная. Общаясь с Лжасом, Лержаном, с секундантом Лжаса и самим Лжасом, говорили о том, что придёт большая группа поддержки Лжаса, потому как Лжас является действующим военным разведчиком и стандартных штурмовых войск. Да, у Лжаса большая аудитория среди военных. Я думаю, сегодня многие пришли поболеть за него. Он имеет свою аудиторию, очень интересный боец. Не отступает абсолютно никак, занимает центр октагона и всё так же начинает прессинговать своего оппонента. Пока что отстреливается одиночными ударами в оппонент Султан Калиев. Лан Калиев, между прочим, является многократным призёром чемпионатов Казахстана по панкратиону. Ещё один лоу-кик такой низкий, который, по всей видимости, над этим и работали. Скорее всего, да, Фанель? Да, очередной такой полу-лоу-кик, полу-кав-кик в колено-сустав. А ещё очередной раз прошёл, ещё попытка хай-кика, но мимо пока что. В принципе, хороший бой мы смотрим с тобой, Арман, да, для двух дебютантов. Темп неплохой, не отсиживаются, работают оба парни. Да, никто на самом деле не суетится, не торопится. Ещё один лоу-кик низкий такой. Да, уже видно, что Султану эти удары ногами доставляют большой дискомфорт. Да, эти удары, возможно, сразу же не дают такой урон, но несколько ударов точных. И уже обратите внимание, что на левой икроножной мышце мы видим такую некую припухлость, да? Попытка с разворота от Султана. Пытается сейчас с джебом атаковать. Ещё один лоу-кик. Да, всё, на самом деле звоночек, тревожный для Султана Калиева. Да, уже начал прихрамывать, пропускает джеб. Пропускает джеб от Олжаса. Нужно развивать атаку Олжасу. Попадание, попадание, по щас будет добивание в исполнении Олжаса. Не стал торопиться сейчас, остается 2,5 минуты до окончания первого раунда. Да, чуть ошибился в своём прогнозе. На самом деле торопиться некуда, он владеет полностью ситуацией, он уже отбил переднюю ногу. И, мне кажется, правильное решение. Смотри, Арман, как он отключил руку. Очень хороший контроль в исполнении Олжаса. Сейчас мы наблюдаем, сейчас будет попытка добивания. Отключил левую руку. Да, вот сейчас смотрите, уважаемые зрители, кто смотрит нас на ютуб-канале Найза ТВ. Левой своей рукой за спиной держит левую руку своего оппонента Ержан. Такое, на самом деле, от дебютанта увидеть очень редкое явление. И очень славится этим контролем Олжас. Как часто ты попадался на такое? Пару раз было, но получалось за счёт опыта выходить. Ну, у Султана сейчас попытки пока что неудачные. И видим, это очень проработанный приём от Олжаса. Можно сказать, коронка его. Какой дискомфорт доставляет, потому что вот эта отключенная рука, она не даёт ему смещаться. Попытка креветки даже не получится сделать при таком контроле. Ну и плюс, защищаться одной рукой сложнее от ударов, согласитесь? Да, всё чаще и чаще он пропускает, Султан пропускает вот эти удары. Вроде амплитуда небольшая, но дискомфорт большой создаёт эти удары. По крайней мере, отличный раунд для Ержана. Доминировал в стойке. Да, отправил нокдаун. И в партере выглядит относительно неплохо. Да, доминирует, слушает свой угол. Грамотные подсказки с угла следуют. Олжас, он выполняет, всё работает по плану. Сейчас видим, что Олжас своего Султана подтягивает к сетке. Лихает возможности вот этой амплитуды выйти, захвата. Два секунды остаются до окончания первого раунда. Очень динамичный первый раунд. По крайней мере, именно в таком положении первый раунд и закончится. Десять секунд остаётся. Здесь, конечно же, нужно сейчас секундантам Султана Калиева что-то делать, но, на мой взгляд, пропущенные удары по передней ноге. Халп-кики, лоу-кики по иконожной мышце. Заметь, как Олжас Дентельменский поступил, поднял своего соперника. Да. Очень воспитанный парень, Олжас. Всё-таки Олжас ещё и действующий офицер. Причём не просто офицер, который сидит где-то в штабе. Ну, это тоже, по сути, работа. Да, но это действующий. При повторе видно, какие эти удары доставляют дискомфорт. Какую боль, скорее всего, ощущает Султан. И тут же теряет равновесие после пропущенных этих ударов. Да, мне-то этого не знать. Да, к тому же. Ох, какое попадание хорошее. О, я думаю, Жуман сейчас оценил этот афер-код. Очень тяжёлый удар, кстати, Олжаса для своего веса. Для 66 килограмм. Очень тяжело бьёт парень. На заднем плане мы видим сейчас секундантов Олжаса. Вот и преимущество любительского спорта. Парень уже вышел готовый, умеет и бить, и бороться. Возможно, не на очень высоком уровне делает всё, но делает. Да, это вот такой момент, когда всё-таки кто-то говорит, что 25 лет дебютировать поздно. Ну, когда ты, скажем так, говоря на спортивном сленге, обкатался целиком и полностью в любителях, выиграл всё, что можно, ты приходишь уже более осознанно. Да, скорее всего, у тебя нет такого мандража, когда у тебя такое ощущение, что ты не готов. Ты готов, ты выступал на всяких мировых аренах в любительском спорте, поэтому здесь плюс один, тебе ещё платят деньги за то, что ты бьёшь людей. Итак, второй раунд начинается, всё так же занимает цены от октагона. Олжас Ержан и прессингует своего оппонента. Теперь, скорее всего, будет работать более наглее, мне кажется. Ох, очередной каф-кик. Видно, видно, какую боль ощущает Султан. Видит, посмотрите, какая гематома у него на левой ноге. О-о-о, потрясён Олжас! О-о-о, ниоткуда буквально выбросил удар с разворота. Какой мы бой наблюдаем с тобой, Арман, для дебютантов. Обоюдные нокдауны с одной и с другой стороны. Ну, посмотри, как Олжас всё-таки зарешал этот момент. Сразу же бросился в борьбу. По всей видимости, всё ещё потрясён Ержан. Да-да-да, сейчас нужно восстановиться Олжасу. Максимально прижаться к своему сопернику. Занять положение, то, которое даст ему возможность работать. Ну, вертушка была а-ля Барбоза. И сейчас мы видим, Олжас сел маунт. Будет попытка выйти с этой позиции от Султана. Вяжет руки, не даёт работать Олжасу. Нужно вытаскивать руки. Лечит угол Олжасу, что нужно вытаскивать руки, работать. Отдавливает своего соперника. Ох, и жёсткое добивание начинает со стороны Олжаса. Занял позицию фулл-маунт и начал буквально избивать своего оппонента. По всей видимости, после пропущенной билетушки, да, решил отомстить своему обидчику. Ну, ниоткуда, буквально из ниоткуда выбросил. Да, да, да. И отдадим должное. Возможно, слишком самоуверенно пошёл Олжас на своего оппонента. Как ты считаешь? Султан, скорее всего, это коронку даст разворота. Поворачивается с кино сейчас. Опасная ситуация. Сейчас будет растягивать Олжас, скорее всего, своего соперника. Что он и делает. Да, сделал. Сейчас будут попытки добивания. Но Султан держится изо всех сил. Очень волевой спортсмен, кстати. Попадает сейчас ударами. Занял позицию бэк-маунта. Да, да, да. Судья указывает, что нужно бить. Не в затылок. Не по тыльной части головы. Вот сейчас, если Султан Калий будет продолжать... Да, да, уже рефери предупреждают, что пассивная защита. Скорее всего, сейчас будет остановка. И добивает Олжас. Нужно как более амплитудные удары наносить, чтобы остановили бой. Две минуты остаётся. Пропускают очень много ударов, хоть и в защиту. Удары уже на самом деле не такие. Амплитудные, да. Больше показывают... Возможно, нужно выйти на удушающий приём, мне кажется. Да, можно подготовить приём. Либо бить более амплитудные удары. Хотя вот левая рука, кажется, осталась в захвате у Олжаса. Поэтому сложно будет сделать, возможно. Или вообще в целом встать с этой позиции. Абсолютно непонятно сейчас, на самом деле, ситуация происходит. Вот сейчас две руки свободные. Ох, и две руки свободные. Либо наносить удары более амплитудные. Но Султан меняет позицию. И сейчас мы веем амплитудные удары более. Такое чувство, как будто Олжас чуть-чуть не дорабатывает. И тут пассивная остановка. Первый финиш на сегодняшнем турнире. Ну, очень динамичный второй раунд. Мы смотрели с тобой, Арман. Очень динамичный. Нокдаун с разворота. Хорошее начало. Хорошее, отличное начало турнира сегодня на Найза. ЛЮСи 35. Султан Калиев. Что за тигр вообще этот лев? Олжас Ержан. На опыте буквально. За счет своей любительской, возможно, базы и подготовки. Но эта вертушка просто из ниоткуда была выброшена. Просто из ниоткуда. Обменялись любезностями. В первом раунде отправил Олжас нокдаун своего соперника. Во втором раунде Султан отправил Олжас нокдаун. Хороший бой. Показали дебютанты. Намного интереснее бои. Все внимание на экран. Сейчас будет объявлен официальный победитель этого поединка. Техникалок нокаут Пенченген. Олжас Ержан! Субтитры создавал DimaTorzok